В моём детстве на просторах нашей страны была популярна игра «Как достать соседа» — активный квест-головоломка, где ты должен был сделать то, что в общем-то есть в названии игры — «Достать соседа», напакостив ему как можно больше и изощрённее. Времена этой игры давно прошли, но я с удивлением обнаружил, что сам жанр не вымер. Совсем недавно, в конце сентября 2020 года, вышла игра с названием Untitled Goose Game, что можно перевести буквально как «неназванная игра про гуся» или «неназванная гусиная игра». Начну немножко не по порядку. Дело в том, что на экране вы, скорее всего, уже заметили двух гусей, верно? Так вот, к сожалению, кооперативного режима в игре по какой-то причине нет, но зато поддерживается функция remote play, так что если у вашего друга есть копии игры и хороший интернет, как в моём случае, то можно играть и вдвоём. И даже нужно. Чёрные полосы по бокам связаны с разными разрешениями у него и у меня, если что. Так вот, в общем-то, вы, наверное, уже и так поняли, в чём суть. Ты гусь. Это не оскорбление, это констатация факта. Ты долбанный гусь. Гнусный, мерзкий гусь, смысл жизни которого – вредить всем окружающим. А если вас ещё и двое – всё. Смерть клопам и мухам. Преносный гусь управляется элементарным способом. Есть возможность гакнуть, есть ускорение, есть клюв, есть возможность выпустить крылья или пригнуться. Последнее нужно, чтобы заползать под всякие столы и прячься от разъярённых людей. А крылья, не знаю, для чего нужны. Скорее всего, для галочки. Ну и для выпендрёжа, конечно, но смотрится красиво. Клюву можно и нужно хватать предметы, а спринт нужен, чтобы удирать от людей с этими предметами в клюве. И ещё можно гоготать, привлекая внимание. Вот таким вот нехитрым, знаете ли, способом достигаются цели, обозначенные на листочке в импровизированном журнале. Если присмотреться к целям, становится ясны пара моментов. Во-первых, как относятся к игре сами разработчики. А именно, как к игре приколу. Здесь всё пропитано духом стёбы и такого легко усвояемого хаоса, творимого гусями. Во-вторых, становится понятно, что гусь птицы, знаете, жестокая. В рамках операции «Гузи в пустыне» мы будем воровать и ломать предметы, ставить подножки, устраивать ловушки, издеваться над жалкими людишками и громко гоготать, глядя в глаза. В принципе, это исчерпывающий список проказ, но почему-то от уровня к уровню он смотрится всё интереснее и интереснее. На самом деле, ситуация действительно меняется. Если, к примеру, на первом уровне вас не гоняли, то на втором уже могут начать, да и людей становится всё больше и больше, а задачи всё изощрённее. Здесь опять же выпирает тот факт, что в кооперативе играется бодрее и гораздо интереснее. Тут же целая тактика. Например, один гусь гогочит по рации, отвлекая человека, другой ползком пробирается за его спиной в открытый магазин и устраивает там погром. И так во всём. Ворвать бельё, бросать его в бассейн, бить в вазы, уничтожать растения чужими руками — на это можно смотреть вечно, как на огонь. К сожалению, вечно не получится. Огонь этот уж больно быстро гаснет. Только ты вошёл во вкус и кричишь «А куда же дальше?» А дальше ты некуда, всё. Игра очень короткая, два-три, максимум четыре часа — вот её предел. Именно поэтому не хочется пересказывать все её хохмы. Но за эти два часа вы успеете надолго продлить себе жизнь смехом. Я бы даже сказал до состояния бессмертия, особенно если играть в компании. А сопровождать вас будет спокойная и приятная музыка, сыгранная на фортепиано. Вообще, я должен сказать, что саундтрек тут очень тонко подчёркивает атмосферу. Его будто не замечаешь отдельно от игры, настолько он вписан в происходящее событие. Игра чувствует ситуацию, и как только гуси начинают, если так, активно бедокурить, клавиши начинают играть активнее тоже. Вообще складывается ощущение, что в кустах сидит такой, знаете, дед и следит за событиями, и как только начинает пахнуть жареным, он бахает импровизацию. Это очень приятное ощущение, особенно для меломана. Хотя, конечно, никакой импровизации здесь нет. Этот эффект достигается из-за отсутствия заглавной темы. Есть просто набор композиций, разбитый на сэмплы. И все они были записаны на настоящем фортепиано. Или рояле. Я не отличаю их по звуку, но трудно не услышать в моменты пауз скрип инструмента, прям как у настоящей оркестровой музыки. Это я к чему? Это я к тому, что звуковое сопровождение тоже приятное. Эта игра сама по себе, это, на себе, гринлайтовская поделка за 50 рублей. Однако, увлекает она не на шутку, при том как молодого, так и взрослого игрока. Единственный недостаток, который даже трудно назвать именно что-то недостатком, это немножко тяжкое ощущение того, что ты последний засранец и просто в корягу оборзевший вредитель. Да, знала бы бабуся, что это за гуси. Субтитры создавал DimaTorzok